Деньги были в сентябре, чтобы сберечь их в целости и сохранности до января, когда семья Фирстовых запланировала крупные траты, решили сделать вклад в банк. Выбор пал на Волгокредитбанк. Уж больно заманчивые были условия по вкладу. Свои кровные Фирстовы определили в надежное, как казалось, место и уехали в Сургут. А по возвращении вместо оставленных полумиллионов на счету оказалось только 30 тысяч рублей. Остальное вкладчик якобы снял еще в сентябре. Мы пенсионеры и сейчас это последние деньги, которые заработали за всю свою жизнь. Скандалом обернулись начавшиеся выплаты вкладчикам лопнувшего банка Волгокредит. Клиенты этого учреждения должны были первыми в России получить повышенное страховое возмещение. Однако многих, кто в эти дни обратился в банк-агент, а именно Сбербанк, ждало серьезное разочарование. При попытке получить компенсацию по вкладу они узнали, что их счета пусты, либо суммы намного меньше, чем были. В выписках с задним числом прописано, будто вкладчики сами же свои деньги и сняли. В выписке, да, сняты деньги, например, у меня был вклад почти 700 тысяч, снято 660. К выплате предоставили, можно сказать, 60 тысяч. Я, можно сказать, именно проценты снимал, у меня были, можно сказать, именно выплаты процентов, можно сказать, именно соответствовали вкладу. Я получал еще в декабре, в начале декабря месяца, можно сказать, именно, ну, по вкладу, как бы, 1% месячный получался у меня. Я получал 7 тысяч, например, каждый месяц. Напомним, буквально перед Новым годом Волгокредитбанк лишился лицензии. Для выплаты возмещения вкладчиком агентство по страхованию вкладов выбрало Сбербанк. Он готов выплатить вкладчикам суммы, которые прописаны в реестре. Его предоставил Волгокредитбанк. В Управлении экономической безопасности и противодействию коррупции уже поступили десятки заявлений о хищении денег. Пострадавшие от действий кредитного учреждения насчитывают более трех тысяч человек. По итогам проверки по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Дело на особый контроль взял депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он организовал встречу с обманутыми вкладчиками. Зал на 300 человек не смог вместить всех желающих вернуть свои кровные. На встречу пришли также председатель Самарской городской думы Александр Фетисов, представитель агентства по страхованию вкладов и сотрудники правоохранительных органов. По версии следствия, в период с июня по декабрь неустановленные лица, в том числе и сотрудников и руководителей банка, вели черную бухгалтерию. Суть преступления, схема его выглядела следующим образом. Банк принимал граждан вклады, выдавал им документы, из которых они, вкладчики, были убеждены, что все нормально. Но эти деньги до кассы банка юридически не доходили. Они снимались, распылялись по другим счетам и присваивались. На сегодняшний день речь идет уже о сумме похищенного не менее полутора миллиардов рублей. В СМИ появилась информация, что нашлась вторая база, в которой якобы отражена реальная картина привлечения Волга кредитбанком денег от населения. Представитель АСВ заявил вкладчикам, что использовать эту базу для выплат агентства не будет, поскольку у него есть сомнения в реальности содержащейся в ней информации, и рекомендовал вкладчикам обращаться в суд. Граждане намерены добиваться немедленной выплаты денег украденных с их счетов. На собрании им раздали бланки для подачи заявлений в суд. Многие выражали недовольство, понимая, что судебная тяжба – дело долгое и не обязательно выигрышное. Я уже вот за это время, с 15-го числа, мы каждый день ходили, обошел, прошел десятки километров, израсходовал сотню рублей на разные копии, которые мне гоняли ОБЭП, следственное управление, прокуратура, комитет, Центробанк. И везде звонки. Это вы сами, вы еще должны доказать. Мне 80 лет, я пенсионер. Все, что я накопил, я все потерял. Машиной, кстати, все потеряли. Это ЧП не районного и не областного, а ЧП в размахе страны. Неординарный случай. И, соответственно, решать они должны необычными методами. Это не стоит человек всех в суд послыть. Встреча продолжалась около четырех часов. По итогам была создана рабочая группа, в состав которой войдут представители мэрии, областного правительства и сами вкладчики. В четверг, 5 февраля, прошла закрытая встреча федерального инспектора Сергея Чабана, депутата Госдумы Александра Хинштейна, представителей Банка России, агентства по страхованию вкладов и правоохранителей. На ней нашли выход, как выплатить деньги обманутым вкладчикам до суда и в самое ближайшее время.